Жирафля, ты умеешь петь? Но жирафль уныло сидел в клетке, крылышки сложил и шейку понуло свесил. Здравствуйте, Алексей, меня зовут Олеся. А меня Маша. Спасибо, что встретились с нами. Расскажите, пожалуйста, какую книгу вы читали сегодня и каково это читать перед детьми? Ну, перед детьми читать, вы знаете, мне кажется, всегда интереснее и приятнее, чем перед взрослыми. Точно так же, как и петь, и играть в спектакли, и все что угодно. Потому что взрослые считают, что они все знают наперед. И им уже все неинтересно. И они все твои песни знают, и все книги на свете знают. С детьми совершенно другое дело. Они продолжают открывать для себя мир. И это прекрасно. И особенно приятно общаться с детишками, которые приходят на чтение. Потому что в наши дни вы прекрасно это знаете. Чтение, к сожалению, уступает позиции своей. С этим ничего невозможно поделать. Это течение жизни. Об этом можно лишь сожалеть, как о наступлении осени. Ты ничего с этим сделать не можешь. Просто жалко, что лето закончилось. Читал я семейную сказку про жирафля. Жирафля – это такой маленький летающий жирафик. Очень важно, что он пишется через «ы». Сказку эту про жирафля написала санкт-петербургская семья Шиловых. Они медицинские работники. Мама, папа, дочка. Еще у них есть цверкшнауцер «Адмирал Федор» и кот. Это все, что я знаю про эту семью. Но сказку они сочинили замечательно. Какие книги вы любили читать в детстве и почему? Первая книжка, которую я прочитал в детстве, был «Винни-Пух и все-все-все» в переводе Бориса Захадера. Мне ее подарили, когда было мне, по-моему, 4 года. Я достаточно рано научился читать. Ну, поначалу мне это давалось довольно тяжело. Я читал с родителями, а потом все как-то расходился, расходился, расходился. И самой любимой моей книжкой в детстве и даже в юности, то есть пока я учился в университете, я ее все время читал, была «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалии». Причем я был таким фанатиком этой книги, что прочитал ее в четырех, по-моему, разных переводах. Была невероятно популярна серия книг Волкова про путешествия в эту страну живунов, мигунов и так далее. На летающем домике всякие урфенджусы, деревянные солдаты, «Семь подземных королей», «Огненный бог Маранов» и так далее. И я по всю пору считаю, что это очень хорошие книги, их имеет смысл прочитать даже в наши дни. Какой подарок в детстве вам запомнился больше всего и почему? Знаете, вот сколько ни говори, книги, книги, я читал то, я читал все, а все равно велосипед. Мне понравился больше всего, когда мне подарили велосипед «Орленок», и я на нем рассекал пару лет, пока не вырос из велосипеда «Орленок» слишком сильно. Нужно ли слушаться родителей? Вы были послушным ребенком? Ну, вы знаете, родителей, конечно, надо слушаться, потому что у них, как правило, больше жизненного опыта. Понятно, что есть родители, которые ничему хорошему своих детей не научат. Такие есть, к сожалению, да, это нельзя отрицать. Но все-таки у нас же существует некая презумпция невиновности, да, вот как-то даже просто в сознании. Поэтому изначально мы считаем, что родители все-таки хотят добра своему ребенку, и они даже не обязательно умнее. Ум – это вообще категория очень такая относительная. Ребенок может быть умнее своих родителей, но они опытнее, да, они столько раз уже попадали в сложные ситуации, как-то из них выходили, хорошо ли, плохо ли, что этот опыт они все равно должны передать своему дитю. Что касается меня, я был послушным ребенком, да, как и мои отпрыски, мне кажется. В общем, в основном нас с моей женой слушаются. У меня были очень, ну, как сказать, очень хорошие мама и папа, очень дружные, во-первых. Мы прожили всю жизнь во взаимной любви, да, никогда не было каких-то… То есть были семейные ссоры, без них невозможно, да, но они никогда не были какими-нибудь несправедливыми, обидными, да, когда я бы понимал, что вот творится что-то несправедливое. Это всегда было, в общем, ссоры по делу и наказание по делу. Поэтому, да, я был очень даже послушным ребенком. А кем вы мечтали стать в детстве? У меня была совершенно точная мечта стать аквалангистом-фотографом, потому что моя любимая книга была… Энциклопедия животных, изданная при советской власти, такой семитомник, и там были потрясающие фотографии подводного мира. То, что вот современные дети, скажем, могут посмотреть, ну, могли, пока не начались всякие конфликты, к несчастью, там на Красном море, например, прилетев в Египет, да, там дырнуть с масочкой и увидеть кораллы, рыбок, какие-то медузы, морские звезды. А когда я вырастал там в начале 70-х годов, 20-го века, невозможно было себе даже представить, что вот советский школьник может попасть в такое место, да, увидеть это своими глазами. И поэтому я мечтал изо всех сил, что когда я вырасту, я стану плавать и фотографировать подводный мир для какого-то продолжения этой энциклопедии. Самое удивительное, что я не стал ни аквалангистом, ни фотографом, я не люблю ни то, ни другое. Сейчас жизнь дала трещину, где-то я свернул не туда. Вам нравилось учиться в школе? Да, я любил ходить в школу, у меня был очень дружный, интересный класс. Опять же, не скажу, что прямо весь класс дружил друг с другом, такого не бывает, это все-таки не муравьи в муравейнике, да, у всех была и какая-то индивидуальность. Но у меня была компания, человек из 15-20, а это уже, в общем, довольно много, которая была действительно очень дружна. Мы вместе там отмечали дни рождения, ходили в походы, проявляли какую-то инициативу бурную в школе и за ее пределами. У меня были очень хорошие учителя тоже. Я бы соврал, если сказал бы, что любил всех одинаково. Нет, но были несколько прямо персонажей, которым я до сих пор испытываю самые теплые чувства. И поэтому я прямо ждал похода в школу 1 сентября. Я помню, что как-то раз я, по-моему, то ли перед 8 классом, то ли перед 9, я так волновался, что я не смог уснуть в ночь с 31 августа на 1 сентября. Вот прямо так мне хотелось встретиться со своими одноклассниками, что я прямо впал в какое-то нервическое состояние и не сомкнул глаз. Вы когда-то поступили на механико-математический факультет МГУ. Почему вы не остались там учиться? Вы понимаете, Маша, в чем дело? Я вырос в семье математиков, таких математиков-прикладников, инженеров, скажем так. И поэтому мои мамы, папы, их друзья, которых я очень уважал, к чьему мнению я весьма и весьма прислушивался, они полагали, что это вот такой правильный путь, идеальный, может быть, путь в механико-математический факультет, потом кафедра, аспирантура, та-та-та-та-та-та-там. И у меня даже был просто, ну, вот как бы моим отцом прямо вот вычерчен некий путь жизненный, да, по которому надо двигаться. Было понятно, кто будет научным руководителем, в какой институт потом идти работать, там, и так далее, и так далее, и так далее. Но мне хотелось совершенно другого, хотя я очень любил математику и легко ей занимался, но потом, когда я уже пришел в университет, я сразу же попал в студенческий театр. МГУ, и понял, что вот это именно то, чем я хочу заниматься. И поэтому я протянул, к сожалению, на механике, хотя почему, к сожалению, все, в результате все к лучшему обернулось. Я протянул всего два года, проучился два года, более-менее со скрипом, хотя, ну, так, более-менее прилично. Но потом, когда началась уже прямо совсем-совсем сложная математика, начались там физические уравнения в частных производных, это страшная вещь, дорогие друзья. И мне перестало хватать просто здравого смысла на то, чтобы вот это все понимать. И стало ясно, что нужно или сейчас уходить в эту специализацию, и все остальное бросать, ну, не бросать, но, по крайней мере, уделять гораздо больше времени в учебе, да, гораздо больше. То я выбрал все-таки театр. И это было решение, которое моих родителей совершенно шокировало. Они просто впали в ужас. Думали, что все, теперь как бы асоциальный тип растет в семье. Но спустя лет пять-шесть, когда я стал уже зарабатывать, во-первых, деньги большие на этом поприще, там, пойдя работать на телевидении, во-вторых, какие-то наши песни стали там петь, и там, и тут, как-то родители мои все-таки успокоились. Все дело в том, что я... Никто не знал, а я... На самом деле я Бэтмен. Когда вы создавали группу «Несчастный случай», вы знали, что она станет такой известной? Нет, конечно, это никто не знает никогда, ни в коем случае. Нет-нет-нет, я не предполагал вообще, что мы будем работать так долго, что мы будем работать профессионально. Я предполагал, что мы будем заниматься музыкой как хобби. Все где-то работать, что-то делать, работать на государственной службе где-то. То есть вот я после университета должен был стать преподавателем математики где-нибудь, может быть, в школе, может быть, в каком-нибудь вузе. И я так вот это себе и представлял. Поэтому, конечно, то, что с нами произошло, это большая удача. Ну и плюс нельзя забывать, что, в общем, развалилась та страна, в которой мы родились, и в которой создали группу с моими коллегами. СССР прекратил свое существование через 4 года после того, как мы собрались в группу, и открылись совершенно другие возможности. Стало возможно зарабатывать на жизнь, например, этой музыке. А почему вы дали группе такое название? Это легендарный вопрос. Его мне задавали раз, наверное, ну, тысяч пять раз. Я вам отвечу совершенно честно. Во дворе школы, в которой я учился, был такой полуподвал, принадлежащий жилищно-эксплуатационной конторе, ЖЭКу. И там репетировала группа, состоявшая из учащихся моей же школы, только старше, на два класса, или там на один класс, которые так назывались, несчастные исключения. И я им страшно завидовал. Они, поскольку никогда из этого подвала, в общем, так, на сцену, на какую-то не вышли, то я у них совершенно беззастенчиво позаимствовал это название. Когда спустя много-много лет встретился с одним из тех ребят, которые, собственно, были авторами этого названия, он ко мне подошел, его зовут Олег, и очень задиристый, он так ниже меня, где-то на полторы головы, вот такого роста, но очень задиристый человек, сказал, Леха, а ты понимаешь, откуда такое название? Говорю, Олег, 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 все в порядке, это ты придумал, да? Я у тебя просто украл, но он взял попользоваться. Тебе же не нужно, и это его полностью удовлетворило. Он сказал, а, ты помнишь, да, все, тогда все хорошо. И мы расстались абсолютными друзьями. Какую роль в вашей жизни играет счастливый случай? Я не знаю, милая. Понимаете, дело в том, что что в жизни случай, а что закономерность, нам знать не дано с вами. Ни вам, ни мне, ни даже какому-нибудь этому провидцу. Что жизнь нам дает в результате заслуг? Вот ты, ну, не знаю, там, идешь, идешь по улице и находишь кошелек, да, с миллионом долларов внутри. Потом идешь и сдаешь его в милицию, конечно, вы помните, да, как надо себя вести. Это же, с одной стороны, случайность, а с другой стороны, вот я бы, например, прошел мимо, потому что я когда иду по улице, я смотрю в основном вверх, что-то там про себя бормочу, я бы просто не заметил этого кошелька. Тот, кто его находит, он ищет. И это в результате, то есть, и это результат его образа поведения, да, модус вивеньи. И так все. Человек, который, там, не знаю, выигрывает в лотерею, он покупает билеты для этого. А кто не покупает, тот не выигрывает. Поэтому я не думаю, что с нами происходят какие-то случайности. Все более или менее закономерно. Как из мальчика вас описать настоящего мужчину? Только личным примером. Я совершенно убежден, что дети в любом случае вырастают похожими на своих родителей. Поэтому великая формула, которую я услышал давным-давно, я не помню от кого и как, это воспитывай себя. Вот если ты живешь достойно, если ты подаешь правильный пример, то мальчик вырастет мужчиной. Невозможно заставить мальчика, например, заниматься физкультурой, если ты сам этого никогда не делаешь. Если папа сидит на диване и пьет пиво, и при этом говорит, ну-ка, пойди побегай, он не побегает, да, он за угол завернет и сядет пить пиво. Поэтому только личным примером и все, больше никак. Какие качества должны быть у настоящего мужчины? У настоящего мужчины должна быть ответственность. Он должен брать на себя ответственность. Все остальное ерунда. Когда ты берешь на себя ответственность, ты обязан быть и смелым, и ловким, и умным, и умеющим найти деньги, работу, и все. Потому что ты отвечаешь не только за себя, но и за всех, кто рядом с тобой. За свою жену, за своих родителей, когда они уже становятся старенькими, да, пожилыми хотя бы людьми. За своих детей, за своих друзей, которым ты даешь работу и так далее. И чем больше у тебя ответственности, тем ты более человек. А когда ты отвечаешь вообще за всех людей, живущих на земле, то ты бог тогда. Все. Если бы можно было стать маленьким, что бы вы изменили? Это очень сложный вопрос. Я точно знаю, что бы я сделал. Я бы, во-первых, взял нашу с папой коллекцию марок и закопал ее где-нибудь в сухом месте, потому что сейчас бы мы ее за такие деньги продали, что просто... Во-вторых, я бы посоветовал своим родителям покупать доллары США, пока они стоили копейки сущие. И опять же, прикопать где-то в сухом месте. А скупить несколько квартир в центре Москвы, что было вполне возможно в те годы. Особенно в 90-е, когда люди уезжали там за рубеж тысячами. То есть... Вообще, это же самая привлекательная, мне кажется, мечта. Зачем нужна машина времени? Чтобы летать туда-сюда, туда-сюда, да? Туда отвозить то, что там является дефицитом, и сюда привозить то, что сейчас стало дефицитом. И вот так как-то существовать. А какое время в жизни вам кажется самым счастливым? У меня было очень счастливое детство, потому что у меня была прекрасная семья, и бабушки, дедушки, и друзья. И я просто вот как сыр в масле катался. Но все-таки, наверное, я скажу, что самые интересные, самые счастливые, самые азартные годы я прожил, когда учился в университете. То есть где-то вот начиная с 16 лет и до там 25-6. Потому что в это время вот в моей жизни случилось все, да, главное. Вот собралась группа, я первый раз женился, у меня родился первый ребенок, и я начал, я там вот заработал на какую-то первую квартиру, да, плохенькую, маленькую, но тем не менее. И из этого моего возраста, вот мне кажется, да, выросло все, что происходит со мной сегодня, со мной и с моими близкими людьми. Спасибо большое. Спасибо большое. С Алексеем Корневым пообщались Олеся Андронова и Маша Андронова.